Евангелие от Матфея 12 глава А заповедь не одна, несколько сот И вот пророк Исаия говорит, 28 глава 6 стих и 13 Ибо все заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного Так что они упадут в наздничь и не встанут Выходит заповедь на заповедь, да правило на правило, а Бога-то и нет Как один священник говорил, дано указание строить храм А для чего? Забыли, строят 200 лет, 300 лет Следующие опять же сюда приходят, строят Отходы идут, заваливают, высокий храм строят А для чего строят все и забыли? Строительство церкви, храма для спасения человека, для соделывания святых Самое главное, Израиль это забыл Заповедь ради заповеди И они, все заповеди для того, чтобы люди любили друг друга Подготовили себя к встрече с Господом А они за Господом подсматривали, нарушил субботу Не от Бога Да он сам Господин субботы А мы скажем, обрезание Ради обрезания Суббота нарушается А обе заповеди смертельные Кто не будет обрезан, душа та да истребится из народа Далее, кто нарушит субботу, да будет предан смерти Юристам-то есть о чем было подумать Что на первое место важнее Оказывается, о субботе были оговорки И при том оговорки очень серьезные В то время не промышленная страна Израиль была А сельскохозяйственная И Господь говорит, субботу, лицемер, ты отвязываешь быка А ведь его не просто узел развязать А его надо везти, поить Его надо кормить Ну ты делаешь это? Делаешь Так ты нарушил субботу? Да в самом деле как? А город охраняет стражники Им что, в этот день спать можно? Наверху нет Охраняют, да? Ну а врачей как? Врачи, отдыхайте А кушеры вызывают, рожают А в субботу? А ему какая разница, в субботу или нет? Ему точно так же надо было греть воду Так же ехать, так же принимать роды Быть в крови, мыться Нарушены заповеди И как будто никто об этом не думал Но относительно обрезания заповедь четко Восьмой день никаких оговорок А ведь женщины не прикажут Женщины, вы уж постарайтесь Родите в среду и в четверг Нет уж когда случится И восьмой этот день попадал на субботу Ну мы скажем, что Из восьмерых рожденных По крайней мере один-то попадал По теории это вероятности И они нарушали А кто нарушал? Да в первую очередь попы-то и нарушали Потому что в церкви обрезание-то было А для обрезания дрова Надо было воду кипятить Надо было греть Надо было выносить шлак Все это делалось в субботу И священники виновны на нарушение А если виновны, их сразу бы арестовали И ни одного попа не было Нет, не виновны И Господь поставил это на вид Так что такое? Давайте разберемся Потому что суббота Образно указывала на воскресение А обрезание указывало на крещение Так что нам важнее Воскресение исполнить Или крещение? Отмысл это воскресение вера во Христа Для того, чтобы душа была свободна Служить Богу А обрезание? Крещение, крещение что? Вхождение в церковь Как там через обрезание Делались чадами общества израильского Что для нас наиважнейшее сегодня? Мы применим Применим к себе Читаем Бытие, 17 глава, 10 стих Сей есть завет мой Который вы должны соблюдать Между мною и между вами Бог Завет заключил с людьми Какой? Восьмидневный отрок То есть дитё Должно быть обрезано И непременно По страхам смерти Тогда на это Господь Наш Христос Говорит так Хотя обрезание Это Иоанн 7 глава, 22 стих И не от Моисея было Но от отцов То есть от Моисея До Авраама Там более 430 лет было А Моисея заново установил Почему они были в Египте И обрезания то не было И он когда вывел из Египта В пустыню народ И сразу их обрезал И они стали считать Обрезание от Моисея И Господь говорит Нет Это от отцов Но И человек Как говорят Обрезывает А для чего? Для исцеления Обрезание Ощущение А я всего человека исцелил И вы меня обрезаете Они не понимали Что оно означает Я всего человека исцелил День субботний И вы меня осуждаете Вот я посмотрел Слово обрезание Встречается в Библии 108 раз Если 108 раз Задуматься Просчитать И к разным случаям Наверное уже представление Будет какое-то Что это за событие такое Исход 31.16 И в роды Это завет вечный Левит 16.31 И говорит Суббота покоя Народа Божия Тоже закон вечный А смерть Обещан за то и другое Так Слово суббота Встречается 165 раз В Библии Сказать что не слышали Никак нельзя А суббота Это день седьмой И прямо день седьмой Еще 87 раз В Библии упоминается И каждый раз Говорится о том Что Господь говорит Вы хотите мне угодить Пророк Исаия Чтите мою субботу Это суббота Господний день Бог отдыхал День субботний Вы должны отдыхать В субботний день Был замечен человек Собирающий хворост Господь повелел Голос Слышал Моисея Арестовали его И к утру Вынесли на решение Его побить камнями Суббота Это не просто день Как у нас Могу я выйти на работу Вот Да у меня работа Скользящий график Там этого не было Ты сразу в ад Соскользнул бы Исход 1623 Что вам надо печь Пеките Что надо варить Варите В 6 дней В 7 день Израиль свет не включал Никто не разжигал Я вот с субботниками встретился И он говорит У нас сторожем брат работает А попадает на субботу А зимой холодно Так он в пятницу зарядит Печку А в субботу С пичкой и все Специально мы засидали Говорит И решили Чтобы он этого не делал А как Перетерпит один день Совершенно нетопленное Ну по большому счету Это действительно Они правы Бытие 2 глава 2 стих И совершил Бог К седьмому дню Все дела свои Упоминание О субботе Намного раньше Нежели Об обрезании То есть это более Древние обычаи Повеления Исход 12-16 И светите день Священный Собранием вашей Никакой работы Не должны делать В этот день А что суббота Указывала на воскресенье А обрезание на крещение Мы сейчас проверим 1 послание Петра 3 глава 19 стих Господь духом Своим Сошел в темницы Преисподние И проповедовал там А проповедь Это большой труд Это надо подготовиться То что я вам считаю Представьте Более 300 мест А я считаю Сколько мест И все надо выбрать Сравнить с жизнью К месту Чтобы все это было И Христос Когда распяли В пятницу В субботу Находился В преисподних местах Он работал Этим самым Он показал Что суббота Образно На воскресенье Потому что он Почил От дел Христос В воскресенье Когда воскрес Дело его было закончено Матфея 16.2 И весьма рано В первый день Недели Показывает В то время В то время И в тихий Ты и выпал С окна В первый день Недели Церковь апостольская Это воскресенье Первый день Это воскресенье А сегодня Спрашивают Какой первый день Ну как понедельник Торик по порядку Понедельник Это не первый день Первый день Воскресенье А суббота А понедельник Это второй У нас неправильный счет Идет совершенно 1 Коринфян 16.2 Апостол Павел Говорит И в первый же день Недели Каждый из вас Пусть отлагает У себя И сберегает Когда приду В первый день Недели Получается Воскресенье Вы откладываете Что за деньги Накопили Придете И вещи И сбросите Здесь Это прямое Указание Было Почему Чтобы с пустыми Руками Не являлись Пред Господом Деяние 7.51 Апостол Сказать Стефан Говорит Жестоковыные Люди С необрезанными Сердцами Вот это Он им рассказал Оказывается Сердце Надо обрезать А дальше С необрезанными Ушами Необрезанное Это означает Все плотское Остается целое А обрезание Обрезается Не что-то А греховная Часть Так Объяснение Дается Деяние 10.45 И верующие Из обрезанных Пришедшие С Петром И Как они Обратились К Богу Необрезанные А обрезанные Стали их Упрекать Оказалось Что обрезанные Ниже Необрезанных Риллина 2 глава 25 И обрезание Полезно Если Исполняешь Закон А если ты Преступник Закона То обрезание Твое Стало Необрезанием Обрезание Указывает На крещение Если Даже Правильно Люди Будут Крещеные В церкви С полным Погружением Никакой Пользы Нет Если Ты Живешь По-мирски Твое Обрезание Стало Необрезанием Крещение Это никакого Знака Нет А обрезанного Человека Его любой Мог узнать Даже у мертвого Посмотрел Обрезан Или Необрезан Когда Епифаний Это Еврей Был Епископ Знакомый Близкий Иоанна Златоуст Он Заболел На корабле Ему Больше 100 лет Было Один Матрос Подумал Хотелось Посмотреть Обрезан Или Необрезан На мертвого Заглянуть А он Перед смертью Увидел Матроса И говорит Ты Неискушайся Он Не понял Что это Значит Когда он Умер Он Подошел И решил Видимо Одежда Была Такая Приподнял И все Видно Он Приподнял Посмотрите Он Ногой Как Ударил На палубу Ударился И умер Сразу Значит Не полезно Заглядывать Куда Не надо Вот Если бы Сейчас Каждый Раз Когда Смотрят Ищут Голых Какой Шоковый Удар Такой Был Можно Очень Быстро Людей Отучить И 29 Ибо Не наружное По плоти Обрезание А по духу И 1 Коринфам 7.19 Обрезание Ничто И не Обрезание Ничто Но все Соблюдение Заповедей Божьих А соблюдение Заповедей Божьих Не может быть Пока ты их Не будешь знать И человеку Надо Непрестанно Напоминать Что такое Заповеди Божьи Где Десятисловие Нагорная Проповедь И все Что Господь Говорил Но когда Уже Господь Прощался Он говорил Только об одной Заповеди Все остальное Настолько естественно Уже человека Вмонтировано Что Господь Напоминает Ту Которую Должны Исполнять Сидите И ждите Вот это Я думаю Повеление Мы можем Принять Сегодня Сидеть И ждать То что Я прошу Молиться Об архиепископе Тихоне Это означает Чтобы за это Время Как-то Господь Показал Мы на него не выходить Не будем ничего Мы совершенно неподвижно И будем сидеть Только молиться И за это время Господь может Как-то сделать Их сердца Расположить И может Мы дальше встретимся Если нас совершенно Покинут Наши сегодняшние Руководители Только молиться Я вот стою И думаю А вот если бы сейчас Допустим В Омске Был не архиепископ Тихон А архиепископ Василий Великий Которого молились Сошлись бы мы С ним или нет Я на сто процентов верен Нет Он бы нас не принял Василий Великий Мы бы его приняли Почему? Потому что Вопрос о монашестве стоит Мы всюду и везде Говорим На первое место проповедь Василий Великий Нигде и никогда Не призывал К образованию Кружков Изучения Слова Божьей Чтобы шли в мир Как ни странно Я ему молюсь Почитаю Но я понимаю Это уже Четвертый век Ушли очень далеко От этого Он особо Уставы составил Для монастырей Он заботился Чтобы монастыри расширялись То против чего Сегодня Я показываю По слову Божьей И мы воюем буквально Все это Породило мусульманство Потому что Никого нигде не было Все за монастырскими стенами Сидели Вот находился бы здесь И Григорий Богослов Может быть И он бы нас не принял Вот в каком мы положении Находимся Почему? Мы все вернули К первому веку И в проповеди Ну что только возможно От нас было И я думаю Если бы был тут Василий Великий Я бы точно так Призвал всех Полгода молиться Может быть До июня И дальше А возможно ли То есть Теоретически Да возможно Василий Великий Он был податливый Он был Неупертый Когда принимали Еретиков Они считались Еретиками На вот сане Хотя они не еретики Были Все отцы Суперия Сказали Принять сущим сане Епископ Епископом Он говорит Нельзя этого делать Их надо там Перекрещивать Проголосовали Девять За то что принять Василий Великий Он говорит Согласен Ну и Куда денешься Надо подчиниться Вот это наша позиция То есть Здесь мы с Василием Великим Уже сошлись Из того что он говорил О монахах Я бы ему легко доказал Господь не сказал Сидите и ждите Обещанного Духа Святого И потом Вы будете совершать Молитвенный труд Созерцательный Сидеть там Молиться там На пупок смотреть Или этого ничего не было А сказал Ждите Облечетесь силой И будете мне свидетелем Монашество рухнуло Никакого монашества Не может быть В миру Как? Но я за такое монашество Которое пойдет в мир И будет проповедовать Я буду голосовать Бумя руками Потому что Ни с чем не связанные Крепкие Глубоко верующие Девушки Юноши И пошли бы в мир Написано Девушки Юноши будут От моря до моря Ходить И сейчас Слова Господня Не найдут А тут бы Сотни тысяч Юноши и девушек Пошли Неся благую Весть о Христе Я повторяю Магомед Может был бы Один из самых Лучших христиан Какого Труженика Потеряла церковь Потому что За шесть столетий Не послали Ни одного монаха К ним 29 стих Так и говорит Павел И 1 Коринфянам 7.19 Филиппийцам 3.2 Берегитесь псов Берегитесь Злых делателей Берегитесь Обрезания Бережься Обрезания Это то Что Не дает Прямо Служить Господу Чистая Ивангельская вера Они из обрезанных Приходили Навязывали Весь Моисея Закон Это чисто Виде Старобрящества Колоссинам 2.1 Обрезание Мы обрезаны Христовым Колоссинам 2.11 И филиппийцам 3.3 Обрезание Это мы Служащие Богу Духом И хвалящееся Христом Иисусом И не на плоть Надеющиеся Что такое Обрезание Спросят Ты скажи Мы Как-то Так Павел Говорит То есть Мы Отверглись Всех Житейских Безбожных Дел Дружбы С миром Вот это Обрезание Все это От нас Бог Отрезал Любил Выпить Любил Подстанцевать Любил Окрасить Это Все обрезание Бог Все это Отрезал От нас Наша Община В общем Большинстве Своем Думаю Все-таки Обрезана Титу 1.10 Есть Много Пустословов Непокожных Обманщиков Особенно Изобрезанных Как Апостол Павел Относился К Обрезанным Заранее Уже Людей Настраивал Против Будьте Очень Осторожны С ним Когда Люди Держатся За старое За ветхое Они Всех Стараются Подогнать Под свое А Бога Совсем Не знают Я Решил Посмотреть По всему Писанию Очень Трудно Этот вопрос Дался И Открытие Какое Да ведь Это Сегодня На каждом Шагу Вот Это Суббота Это Внешнее Это Все Внешнее А в Субботу Что делать И ничего Не делать Это Нетрудно Очень Один День Просто Сиди Ничего Не Делай Есть Можно Ешь А кино Можно Смотреть Смотри Субботу Праздничный День Все Можно А Обрезание Что означает Крещение А крещение Обращение К Христу Сначала Должно Быть Кто Будет Веровать И Креститься Вот Почему Обрезание Стоит На первом Месте Потому Что Пока Человек Не Уверует В Бога А Какое Ему Отдохновение От злых Дел Ничего Этого Не Может Быть Поэтому Христос Говорит Если Они Нарушают Ради Обрезание То Неповинным Вот Если Мы Сегодня Мы Этот Вопрос Поставили Под Обрезание Конкретно Здесь В церкви Что Можно Поставить У нас И Под Соблюдение Субботы Вся Обрядовая Сторона Все Что Относится К покое Просто Стоять Молиться Это Все Таки Ниже Того Что Приводит Человека Проповеди Что Пойдет К вам Посторонний Человек То есть Звери Иногда Были Открыты И Вот Идет Служба На Незнакомом Мазыке Он Еще Не Понимает А Если Понимает Он Сам Обрезан Будет И Скажет Падет Ниц Его Обличает Совесть Потому Что Проповедует Пророчествует Пророчество Это Проповедь И Он Скажет С вами Бог Почему Как Вы узнали Кто Я То Человек Не Повинен В Каком Это Смысле Может Быть Допустим Где То Наших Я Сам По Себе Думаю Не Утверждаю Кто То Приглашает Куда То Поехать А Там Нет Церкви Ну Какие Это Наши Братья Сестры Опытные В Деле Благовестия Так А У Нас Служба У Нас Литургия А Литургия Для Верующих Человек Может Литургию На Следующий День Прослушать А Там Люди Приехали Только На Один День Им Нужно Благовествовать Думаю На Это Должны Священник Благословить Потому Что Там Где Идет Благовестие То Есть Обрезание То Человек Не Повинный Даже Если Нарушается Субботу Если Нам Господь Полагает Это На Сердце Чтобы На Первом Если Было Обрезание Будем Молиться Чтобы В первую Очередь Были Обрезаны Наши Сердца Сейчас Наше Положение Такое Что Нам Можно Вести Себя Очень Тихо Поэтому Мы Никуда Не Пишем Не Дать Им Повода Против Нас Как Только Пройдет В Москве Собор Этот Тогда Они Что Должны Делать С Нами А Что Делать Я Думаю У них Никаких Рычагов Нет Что То Они Начнут Ради Нас Придумать Или Отдельного Епископа Ставить В России Или Напрямую Нас Вызвут На Митрополита Лавра Это Для Нас Самое Подходящее Было Но Если Они Скажут Идите К Местному Епископу И Ответят В Истинном Виде А мы Запрос Сделаем Начнут Просто Уничтожать Нас Мы Будем Просить Бога Чтобы До Это Времени Мы Покорились Решением Собора Который Был Сан Франциско Мы Просили Этого Смирения То есть Наше Самохотение Что Было Отрезано Наши Попытки Что-то Переменить Были Обрезаны И Будем Ждать И Когда Ясно Будет Что Мы Покинуты Тогда Мы Снова Помолимся Богу И Быть Может Выйдем На Тех О Ком Сегодня Молимся Аминь